Если вы достаточно давно говорите с компьютером на «ты», то во время оброждения по диспетчеру задач вы явно замечали, что количество оперативной памяти несколько больше, чем стоит в ПК физически. При этом во вкладках слева пишется реальное количество АЗУ. Показав скрытые файлы через проводник или Tuttle Commander, в корне диска C мы увидим файл pagefile.sys, который неплохо выделяется размером среди остальных. Да и явно у вас были моменты, когда некоторые приложения из-за нехватки памяти внезапно завершали работу, но при этом физическая память была доступна. Для чего этот файл вообще необходим? В чём его соль и смысл? Какова его критичность? В этом видео мы разберёмся, что такое файл подкачки, как это работает, нужен ли он и также проведём некоторые эксперименты. Сейчас же можно порассуждать об официальных системных требованиях Windows, считая такое важным, как наличие молока в холодильнике. За 40 лет существования операционки компьютеры стали намного мощнее и могучее. Этого отрицать нельзя. И многим может казаться, что компания временами выставляет системные требования очень абсурдными. Однако, честно сказать, не вижу чего-то странного. Хотя за количество свободного места в официальных требованиях Windows 11 я бы придрался. Какого хуанхэ 64 гигабайта? За что? Если операционка работает адекватно на 15? В эпоху первых версий Windows главным атрибутом для её работы был MS-DOS, или же DOS-совместимая система. Хотя с выпуском Windows 3.1 появился очень интересный случай. Во время разработки Windows 3.1 установщик и WinCom содержал фрагмент кода, который препятствовал запуску и установке Windows на компьютерах с отличной от MS-DOS-системой, например, DR-DOS. В дальнейшем этот код назвали AARD в честь программиста Аарона Р. Рейнольдса, который написал эту функцию. Она использовала незадокументированные вызовы MS-DOS для определения работы Windows 3.1 не из-под DOS-а. С выпуском Windows 95 и внезапным объединением DOS и Windows в один целый продукт, владелец DR-DOS, Caldera Incorporated, решила добиться справедливости, подав иск на Microsoft. Иск был не один. Было пять претензий, среди которых был запрос пояснить за тот самый AARD. Судебный процесс длился до 2000 года, и как итог, Microsoft заплатила Caldera 280 миллионов долларов. К слову, Windows 95 официально просила только 8 мегабайт АЗУ. Windows 98 уже требовала 24, а Windows 2000 и XP заявляли о 64 и 128 мегабайтах соответственно. По поводу XP могу сказать, что это ОС будет кое-как держаться и на 64 мегабайтах памяти, даже видео показывать. И это всё благодаря тому самому файлу подкачки. Да что ж за файл-то такой? Если сказать занудно, то это файл, который используется системой как виртуальная память. Он служит дополнением к физической оперативной памяти и предназначен для хранения данных открытых программ и их процессов, которые не помещаются в последнюю. Если простыми словами, это тебе поможет открыть больше программ и, так сказать, не разочароваться, если у тебя внезапно закончится свободная оперативка. Файл подкачки или же своп – это не новинка NT-систем. Действительно, первые версии винды полагались сугубо на реальную оперативную память – MS-DOS с хаймем.сис. В Windows 3.1 появляется такой файл под названием win386.swp. Первобытный файл подкачки в мире оконных млекопитающих. Уже тогда трёшка в разделе о программе суммировала количество реальной азу и размер подкачки. В Windows 9X здесь уже чутка лучше. Мало того, что здесь уже появляется vmm32 и vcash, так ещё и файл подкачки будет использоваться только в тех случаях, когда физическое азу на исходе, и приложению это действительно необходимо, а не сразу марать его данными, как это было в Windows 3.1. По стандарту его размер уже определяется автоматически и пересоздаётся при каждом запуске системы. Методом исследования я выяснил, что при 32 мегабайтах азу файл подкачки в Windows 95 будет буквально равен нулю, а при 16 уже 5 мегабайт. Преимущества файла подкачки показывались и на презентации Windows 95. После установки чистой XP на 256 мегабайт оперативной памяти система создаёт pagefile.sys по тактике количество азу плюс 256 умножить на 2. То есть размером в три раза больше, чем количество реальной памяти. При этом число 256 меняется на 512, если имеется 1 гигабайт физической азу, 1024 при 2048 и так далее. И своими же экспериментами я выяснил, что выше 512 умножение уже не идёт. А другие источники подсказали, что, цитата, минимум 1 гигабайт или установленный объём азу, а максимум – тройной объём азу или же 3 гигабайта. Какая из величин больше, такая и применится для выбора пороговых значений. Конец цитаты. Начиная с Windows Vista, принцип работы свопа был чутка изменён. Появляется служба SuperFetch, в разы улучшающая префеч из XP. Если в XP-шке кэшировались данные памяти от часто запускаемых программ для ускорения их последующего открытия, то с Vista анализируя поведение приложений и приоритет их использования, все данные уже заранее будут вложены в оперативку. А с помощью ReadyBoost свою флешку можно было тоже использовать как файл подкачки. Тем более, начиная с той же Vista, файл становился динамическим на усмотрение системы. Файл подкачки работает следующим образом. Представим, что у вас открыт Spotify с музыкой, браузер, Outlook, Fatshop и Telegram одновременно. При этом на протяжении почти получаса вы используете только Telegram, не отвлекаясь на другие программы. При таких обстоятельствах система не будет держать прям всё это дело в оперативке, а закинет неактивные части других программ в своп. И если ты вернёшься к тому же фотошопу, то через несколько секунд система вернёт весь этот фотошоп в азул. Такой простой механизм называется пейджингом. Память делится на страницы, коих будет миллионы, а ненужные из них на данный момент выгружаются или наоборот. Современные версии Windows обращаются к свопу уже намного реже. Появилось множество других методов работы с памятью внутри ОС. Вошли в обиход SSD и NVMe. Однако не спешите отключать файл подкачки, он всё ещё необходим. Позже скажу почему. А теперь настало время экспериментов на практике. Сейчас я хочу рассмотреть, как будет вести себя система при случае, когда своп в один момент окажется повреждённым. Сможет ли как-то операционка выстоять при таком положении? Да и не только это. Здесь будет показано три системы. Windows 3.1, XP и 11. Начнём с 3.1. Как нам известно, Windows API не позволяет редактировать файл, который на данный момент востребован другим процессом, и такое очень проблематично, ведь нам нужно как-то в него ворваться. Как нам поступить в такой ситуации? Для этого на помощь нам приходит... Linux? Наша подопытная ОС сейчас установлена на DOSBoxX, и в Linux'е мы можем вносить изменения в файл, даже если он используется прямо сейчас. Мы написали мелкий скрипт с циклом, для облегчения своей задачи, который будет вызывать DD, и записывать всё из dev-random в этот файл, до нашего лимита 8 мегабайт. Мы пока умнее компьютера, ведь память у него не 16 мегабайт. Представим, что мы работник бюджетной студии, которому поручили монтаж, но переменно этому делу, он, блин, играет в косыночку и лазит в интернетах. Начинаем грязевую запись. Пока что всё нормально, система выполняет наши запросы и открывает новые программы. Но в один прекрасный момент кто-то допускает ошибку. Мы получаем неправильное обращение к странице памяти аж из глубин ядра. Операционка зависает, и мы вылетаем в DOS. Окей, вторая попытка. Здесь уже всё куда интереснее. Такая же запись, такие же условия, однако при попытке сменить тему оформления мы внезапно получаем ошибку от Netscape, которая, в свою очередь, пришла от видеодрайвера. При этом драйвер до сих пор отрисовывает нам интерфейс. Система начинает буквально сыпаться, вылетает из файла подкачки один за другим. И панель управления не работает, жалуясь на ошибку со стороны ядра. В конечном итоге, при запуске файлового менеджера и при опросе дисков, ОС допускает оплошность и наступает конец света. Следующее, что можно показать, это важность файла подкачки как элемент производительности. На примере XP можно взять 64 мегабайта АЗУ, оставить включенной эту фичу и запуститься. Знаете, тут всё очень даже бодро. Я могу и смотреть видео, и работать с презентацией, и сидеть в интернете, и общаться в мессенджере почти одновременно. С микрофризами, но сам факт, оно ворочается. Это заслуга не только пейдж-файла, но и технологии Prefetch. А если это всё отключить, будет ли XP работать так же прекрасно, как раньше? Спустись с небес на землю, очевидно, что нет. Вместо экрана приветствия нас встречает классический вход и ошибка о том, что наша виртуальная память заканчивается. Спасибо, она и так равна нулю. Хотя в книге внутреннее устройство Windows 7-го издания сказано следующее. Цитата. Собственно, даже если страничного файла не будет, Windows всё равно будет использовать виртуальную память. Конец цитаты. После входа... А не будет тут входа. Нам скажут, не удалось совершить вход по причине... А тут даже причины нету, у нас буквы закончились. Дальше окна входа сейчас пройти не получится. Вот со второй попытки уже получается зайти в систему. Но Explorer XA выдаёт ошибку 0xC400142. Диспетчер задач тут практически полностью беспомощен и часто вылетает. Показывает 0 килобайт занятой памяти и две вкладки вместо пяти. Другие программы выдают такую же ошибку. Windows 11 спокойно запускается и на одном гигабайте АЗУ, хотя встроенный защитник Windows в фоне портит всю малину и процессор сильно напрягается. Соответственно, ОС просто подтормаживает. На двух гигабайтах ситуация уже лучше. И UVP адекватно ворочается, да и в целом всё уже как-то легче. Я считаю, что для минимальной и адекватной работы Windows 11 нужно 2 гигабайта АЗУ, что в два раза ниже её официальных требований. Если вы считаете иначе, добро пожаловать в комментарии. Не стесняйтесь. Помнится ещё была такая программа для Windows 95 под названием SoftRAM. Это чудо обещало удвоить вашу оперативную память, но на деле это было лютейшей ложью. Софтина буквально была пустышкой. Вся её статистика была фальшивой, а алгоритм работы вызывал вопросы. И не только вопросы. Дошло всё до того, что в Microsoft стали поступать звонки о проблемах работы с Windows 95. Система только вышла и уже антиреклама получается. Очевидно, случился скандал и закрытие компании-издателя под шумок. Есть ли смысл от свопа в Windows? Обязательно ли использовать файл подкачки в наше время? А вообще, а как с этим в Linux? Во-первых, не спешите его отключать. Несмотря на тот факт, что с годами в Windows произошли изменения при работе с памятью и прочие ранее сказанные улучшения, файл подкачки всё ещё нужен. В первую очередь, для игр, тяжеловесных программ и созданий дампа о синем экране. Когда-то давно мне говорили, что лучше переносить файл подкачки на жёсткий диск. Но в этом я как-то не вижу никакого смысла. Мир поменялся, времена стали другими, SSD стали быстрыми и более долговечными. Конечно, такое можно провернуть, хотя мне кажется, отзывчивость работы системы будет чуть медленнее. А когда оперативки в компьютере много, то пейдж-файл не так часто используется. В Linux же своп сделан в виде целого раздела с точкой монтирования слэш-своп. И то, он необязательный. А если файл как-то мозолит глаза, не даёт каким-либо образом спокойно жить при 32 гигабайтах, и вы не играете в игры, то выставьте ему адекватный минимальный размер, например, 1 четвёртую от объёма реальной оперативки, и живите с этим. А что вы думаете об этом? Нужен ли каким-то образом файл подкачки сегодня? Пишите об этом в комментариях. А на этом всё. Ставьте лайк, делитесь этим роликом с друзьями и подписывайтесь на канал. Не пропускайте нам интересный контент. И таким образом можно поддержать автора. Да и вы можете поддержать творчество финансово. Все способы в описании. Конечно, необычный ролик получился. Очень бодро. Мне даже зашло. До новых встреч. И пойду ужин себе сделаю, что ли.